Лето для детей и взрослых – это возможность вплотную заняться тем, на что обычно не хватает времени в течение года. Работы над развитием артистического таланта все эти дни происходят в звездном лагере, участники которого пробуют себя в роли эстрадных исполнителей. Детям, конечно, очень нравится, потому что никто из них никогда не принимал участие в подобных проектах. Это, конечно же, проведение и звукозаписи в специальных условиях, и это и позирование перед камерой, это совершенно все по-другому уже воспринимается, нежели простые элементарные занятия в куарах где-то. Поэтому, конечно, все по-новому, все очень интересно, и я думаю, что это будет иметь плавное продолжение в нашей дальнейшей творческой жизни. Познакомиться с детьми, выучить и записать с ними песню, поставить танец и придумать сценарий клипа. Все это оказалось сложной задачей даже для опытных педагогов. Нам нужно установить контакт гораздо быстрее, чем обычно, да, то есть у нас либо полгода, либо год, да, вот когда дети к нам приходят в сентябре месяце. А тут у нас всего месяц, и за этот месяц мы должны привыкнуть, мы должны полюбить деток, то есть как бы, да, они должны к нам привыкнуть, они должны нас полюбить. И это очень большой, очень такой труд, очень объемный. Но я считаю, что с этими детками все получилось, потому что они классные, правда, они очень позитивные, они очень открытые. Мы работаем с ними, да, постоянно, мы каждый день с ними, и не по-малу, у нас час, полтора, по два часа как-то занятия. Ну, они выдерживают, то есть они, видимо, сразу видно их подготовку, то есть они пришли, они хотят, они хотят, чтобы проект получился, они хотят видеть себя на экране. То есть это, наверное, самый такой главный стиль. Навыков, приобретенных за первую половину смены, хватило, чтобы приступить к съемке профессионального клипа. В этот творческий процесс, сами того не замечая, втянулись и родители. Мне кажется, это мечта вообще любой девочки, чтобы и петь научили, и танцевать. Мне нравится, что вот осуществляется мечта девчонки, здесь и клип, и танцы. Ну, вот что можно еще пожелать, мне кажется, то есть вот все вместе. Я просто всегда мечтала играть в театре. То есть я играла в любительских театрах, и это вот моя мечта всегда была, вот в каких-нибудь таких вот мероприятиях поучаствовать. И то есть я сейчас, наверное, вот больше даже вовлечена, чем моя дочь. То есть я на самом деле в восторге, мне все это нравится, ну, правда, очень интересно. Популярность профессий, связанных с выступлением на сцене, вдохновляет нам многие творческие открытия. Так авторы идеи «Звездного лагеря» запланировали на сентябрь начало работы детского эскадного театра. Знаете, мы уже давно к этому шли, готовились. У нас очень яркая команда. Мы сейчас отработали в этом составе, в «Звездном лагере». Вот, и я думаю, что всей командой будем просматривать детей, наверное, прослушиваться. Ну, какой-то этап у нас будет такой первоначальный. Вот, потому что нам интересны, конечно, яркие, интересные дети. Причем возраст, стаж до 15 лет. Занятие творчеством – необходимое условие развития гармоничной личности. А в гармонии, по некоторым данным, и заключается счастье.